Я бы хотел, я бы в случае хотел сказать до того, как мы начали играть Рахманинова, про жанр фортепианова дуэт, вот я говорил, многие композиторы пишут именно для двух фортепианов. Сергей Васильевич Рахманинов писал для двух фортепианов, именно сюиты. Кто-то пишет сонаты для двух фортепианов, кто-то пишет концерты для двух фортепианов. А вот написанные симфонические танцы, которые мы играли, они были написаны для оркестра, и сам Рахманинов сделал переложение для двух фортепианов. И на мой взгляд это говорит о двух вещах. Первое, он очень любил это сочинение, второе, он очень любил фортепиано. Таким пианистом, как он был, ну в Европе был лист. Вот, теперь переносимся в Россию после революционного. Сергей Прокофьев, еще один абсолютный гений, на мой взгляд, не вполне дооцененный двадцатого века. Тоже с очень тяжелой судьбой, очень тяжелой судьбой. Он поехал в какой-то момент своей жизни в Европу, искать там большого признания. А в Европе царил Стравинский, наш же Стравинский. Он был новатором, его абсолютно боготворили. И Прокофьев оказался, в общем, не на первых ролях, чего ему бы очень хотелось. Поэтому какое-то время, пробыв в Европе, он к войне вернулся в Россию, где закончил свои дни. Заканчивал их очень тяжело. Моему педагогу, нашему педагогу, естественно, когда-то рассказывал Ростропович, который с Прокофьевым был очень-очень дружен. Ростропович, если вдруг кто не знает, это величайший российский вяночилист. У них дача была в одном поселке. И вот Ростропович как-то говорит, что утром прогуливаясь, навстречу шел Прокофьев, и говорит, Слав, ты меня не выручишь пятьюдесятью копейками. Он говорит, аж что случилось? Мне позавтракать не на что. Вот. Это наш гений, которого музыканты, приближенные к партии, били, избивали в газетах, по радио, в общем, везде. Ему даже приходилось писать, так сказать, оратории, посвященные вождям, просто чтобы зарабатывать какую-то копейку. Вот. А вообще, Прокофьев, в нем очень много сарказма, в нем необычайно много юмора. Ну и, конечно, лирика. Лирика Прокофьевская, ее музыкант не спутает ни с кем другим, потому что как он писал про любовь, это что-то невозможное. Видимо, поэтому два его, наверное, самых известных балета «Золушка и Ромео и Джульетта», а, в общем, «Золушка» — это что? Это сказка про любовь. И «Ромео и Джульетта». Это, как мы все знаем, это тоже про любовь. Естественно, в сказке, помимо этого, борется добро и зло, хорошее и плохое, но в «Золушке» любовь побеждает. Вы все это знаете. Вот. Значит, мы... Да, абсолютно гениальная... Да, даже не с этого начну. Прокофьев сам обожал эту музыку. И он сделал не одно переложение. Он сделал два переложения для сольного фортепиано. Он некоторые пьесы поведергивал из своего же балета, и, поскольку сам он на рояле играл лучше, чем можно себе представить, он с легкостью, с радостью, с воодушевлением исполнял музыку, которую он... из балета, которую он написал. Вот. А другой наш гений, наш, в общем, с вами современник Николай Васильевич Приднев, абсолютно великолепнейший пианист, изумительный дирижер, очень талантливый композитор, он сделал переложение девяти пьес из балета «Золушка» для двух фортепиано. На мой взгляд, это абсолютно непревзойденное переложение, потому что как Приднев и как пианист вложился в эту вот транскрипцию, и как дирижер, а как Приднев знает оркестр, поэтому он чувствует каждый регистр, он чувствует, где какому роялю с каким-то большим колоритом сыграть. В общем, получилось, на мой взгляд, это абсолютно замечательно. Мы из этой сюиты, она идет очень долго, это уже вечер закончится, заполночь, если мы все будем говорить, мы сыграем пять пьесок. Как вы знаете, в «Золушке» были феи, был бал самый известный, во время бала танцевали разные танцы. В конце, как вы знаете, после двенадцатого удара часов, ну, не буду вам рассказывать, помните, что во что превращалось. Вот. Это все в финале будет абсолютно гениальной пьесой, там будут и часы, и превращения, и, конечно, всепоглощающая любовь. Я сейчас выключу микрофон, сяду, и перед каждой пьесой буду уже громко в зал кричать, как она называется, потому что если я сейчас все пять назову, то вы, наверное, последний забудете. Так что погружайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Аплодисменты. Аплодисменты.